Настенька Авдеева примеряет на себя роль госавтоинспектора. Школьница считает, что вполне готова для этой профессии. В недавних вне-классных занятиях по правилам движения она получила твердую пятерку. На дороге веду я себя внимательно. Смотрю налево и направо, потому что я знаю, если я буду вести себя невнимательно, то я могу поплатить своим здоровьем, а то даже и жизнью. Этот суровый вывод должен затвердить себе каждый участник дорожного движения, считают организаторы социальной акции. Прошла она в рамках глобальной недели безопасности дорожного движения, инициированной ООН. В рамках акции на набережной Волги была организована выставка ретро-автомобилей. Сотрудники ГИБДД проконсультировали пешеходов и автолюбителей и ответили на их вопросы. В последние годы в районе Самарской области сделано достаточно много для того, чтобы наши дороги в регионе были более качественными и безопасными. Ну, как пример могу назвать такие автодороги, как, допустим, улица Демократическая, Красноглинская, Воска, шоссе. Ну, все мы признаем, что по этим улицам ездить не только приятно, но и безопасно. Это все отмечают. Как результат этой работы, согласно статистике Стражей Дорог, в этом году в регионе произошло снижение аварийности на магистралях на 8%, а количество погибших в ДТП уменьшилось на 23%. И, тем не менее, успокаиваться на этот счет пока рано. Воспользовались акцией для того, чтобы обратиться ко всем участникам дорожного движения, сразу несколько ведомств, напрямую заинтересованных в снижении аварийности. Дорогие ребята, Организация Объединенных Наций с 6 по 12 мая объявила неделю безопасности дорожного движения. Я призываю вас в социальных сетях с хэштегом «выскажись» выложить кричалки, читалки, четверостишие, посвященные правилам дорожного движения. Напишите все то, чему вас учили и в садике, и в школе, и то, что вы должны на дорогах соблюдать. Я хотел бы обратить внимание, что средства медицины с каждым годом совершенствуются. Мы приобретаем новое оборудование, обладеваем новыми медицинскими технологиями и спасаем с каждым годом все больше и больше людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Но если с другой стороны граждане будут вести себя безответственно, то силы здравоохранения ограничены и иногда могут быть безуспешны. Добавить к сказанному нечего. И все же сотрудники ГИБДД напоминают, что правила движения на дорогах написаны кровью и лишний раз судьбу испытывать не стоит. Владислав Жирнов, Андрей Авдеев, Новости губернии.